Вести Карачаева, Черкесия В республике уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остается высоким. С 1 января этого года работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки. Вице-премьера страны Татьяна Голикова рассказала, что по предложению правительства президентам принято решение об установлении специальных доплат медработникам. На эти цели в текущем году предусмотрено 152 миллиарда рублей. Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тысяч рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тысяч рублей и врачи скорой медицинской помощи 11,5 тысяч рублей в месяц. Что касается среднего медицинского персонала, то здесь размеры ранжируются следующим образом. Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц ежемесячно 8 тысяч рублей. Средний медицинский персонал первичного звена здравоохранения, то, что понятно, это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, это 6,5 тысяч рублей. Фельдшеры медицинские сестры скорой медицинской помощи 7 тысяч рублей и младший медицинский персонал центральных районных больниц первичного звена будет получать ежемесячную доплату 4 тысячи рублей. Также фельдшеры скорой медицинской помощи, которые принимают вызовы, будут получать ежемесячную доплату 4,5 тысячи рублей. Спортивная школа есть, а здания для тренировок у спортсменов нет. Эту проблему у борцов-вольников Тиберды озвучили на прямой линии с Рашидом Темрезовым. Глава региона пообещал, что в скором времени вопрос о строительстве ФОКа в Тиберде будет решен. Город Тиберда заслуживает, это курортный, красивый город, город-курорт на самом деле. Я думаю, что Министерство спорта Карачао-Черкесской республики проведет работу и если не в 2023 году, то в 2024 году мы обязательно приступим и за один год мы его построим. Порядка двух тысяч рабочих мест создано в детских садах республики с 2012 года благодаря вводу новых объектов. Строительство новых зданий позволило достичь стопроцентной доступности дошкольного образования в регионе. В частности, за счет средств федерального и оригинального бюджета в Карачао-Черкесе построено и реконструировано семь десятков детских садов. Открыты также дополнительные дошкольные группы в формате школа плюс детский сад. Все это позволило ввести более 8400 новых мест. Кроме того, для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья в семи учреждениях республиканского центра создано 10 специализированных групп. Капитальный ремонт школ, открытие кванториумов и точек роста, обеспечение достойного труда и оплаты учителей. Министр образования и науки республики Инна Кравченко сообщила о планах на этот год. В 2023 году тоже достаточно объемный, многообещающий проект, национальный проект образования. Мы начинаем строительство трех школ в республике. Давайте вместе сейчас вспомним. Это Адвихабльский район, на 600 мест город Черкесск, шестая школа, на 400 мест. Хабельский лицей на 265 мест. В этом году в Карачаевске на выплаты переехавшим в село медработникам направят почти 30 миллионов рублей. В частности, на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет и прибывшим на работу в сельский населенный пункт предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 миллионов рублей. Кроме того, к федеральной выплате по программе «Земский доктор» введена еще дополнительная оригинальная выплата в размере 100 тысяч рублей. На поддержку племенного животноводства республики за последние 10 лет направлено более 1 миллиарда рублей. По данным оригинального Минсельхоза, по программе поддержки племенного животноводства в Карачаевске завезено более 21 тысячи голов племенного молодняка и 150 тысяч мальков форели. В настоящее время в республике действуют 20 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, работающих в области племенного животноводства. И они в полном объеме обеспечивают потребности региона в высокопродуктивном племенном скоте. Более 220 километров газопроводов построено в республике за последние 10 лет. Это позволило газифицировать 40 населенных пунктов, что вдвое превышает показатели 10 предыдущих лет. В целом уровень газификации региона вырос с 73,4% до 82,2%. Первичный пуск газа был осуществлен в 9 населенных пунктах Урупского, Зеленчукского и Карачавского муниципальных образований, в том числе на труднодоступных горных территориях. Вместе с тем, в регионе будет построено 6 межпоселковых газопроводов для обеспечения 19 сел газом по программе развития газоснабжения и газификации республики. Инвестиции ПАО «Газпром» в газоснабжение и газификацию Карача-Ачкесии в 2021-2025 годах составят 2,7 млрд рублей. В рамках программы «Газпром» проведет техническое перевооружение и реконструкцию пяти газораспределительных станций. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых в Малокарачавском, Прикубанском, Урупском, Узжигутинском, Хабесском районах республики и в Черкесске. Около 1600 социальных контрактов заключено в Карача-Ачкесии в прошлом году. Всего государственной поддержкой по соцконтракту в республике в 2022 году охвачено более 6000 человек. Большинство семей Карача-Ачкесии получили помощь в поиске работы. Это 214 соцконтрактов, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 496 соцконтрактов, развитие и ведение личного подсобного хозяйства – 427 соцконтрактов. Осуществлялись также иные мероприятия, направленные на преодоление жителями трудной жизненной ситуации. Это 450 контрактов. В позапрошлом году в регионе было заключено 1902 социальных контракта по основным мероприятиям. Напомним, социальный контракт – это специальный договор, который заключает представитель малоимущей семьи и орган социальной защиты на реализацию одного из четырех мероприятий. Это поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, ведение ЛПХ и другие мероприятия. Руководитель Следственного управления Следственного комитета страны по Крача-Чекесе Николай Щепкин поручил организовать проверку по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Черкесске. Такое распоряжение дал глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. В СМИ размещена информация о небезопасных условиях проживания граждан в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в республиканской столице. Дом признан аварийным и тем не менее жильцы не расселены и вынуждены сталкиваться с проблемами. Так сообщается, что в доме прорвало трубы, однако в устранении аварии коммунальными службами было отказано. Следственным отделом Карачаевского городского округа Следственного управления Следственного комитета России по Крача-Чекесе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Ставрополя, подозреваемого в покушении на убийство. По данным следствия, ночью 3 января этого года на участке местности, расположенном в урочище Махар Карачаевского района, между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого житель Ставрополя нанес ножевые ранения своему знакомому, в результате чего последний с ранениями был доставлен в больницу. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Крачае есть и уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остается высоким. По итогам прошлой первой недели наступившего года зарегистрировано 507 случаев заболеваний. В сравнении с предыдущей неделей прирост положительный и составил 61%. В самом крупном городе республики Черкесске динамика прироста заболеваемости также положительная среди совокупного населения города, а это 78%. На первой неделе в республиканской столице всего ОРВИ заболели 441 человек. Напомним, что при острых респираторных вирусных инфекциях, негриппозной этиологии, заболевание развивается постепенно. Чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый. А при гриппе отмечается резкое ухудшение состояния, повышение температуры тела в отдельных случаях до 40,5 градусов, головная боль, ломота в мышцах и суставах и чувствительность к свету. Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекает у маленьких детей, пожилых людей и людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной системы. С 1 января этого года в стране появился социальный фонд России. Он образован путем объединения пенсионного фонда и фонда социального страхования. О том, какой будет структура соцфонда, как совместят офисы двух ведомств и что изменится в работе с гражданами, рассказала заместитель управляющего отделением пенсионного фонда республики Ирина Тамбиева. Наши офисы остаются по тем же адресам. Специалисты, которые осуществляли прием в фондах социального страхования, они переедут на наши площадки. И все услуги, как фонда пенсионного, так и социального страхования можно будет получать по адресам клиентских служб пенсионного фонда. Это важно, чтобы люди знали, куда им с января обращаться. Единое детское пособие для семей с низким доходом – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Карачаево-Черкесии с 1 января прожиточный минимум составит 13 225 рублей. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей с рождения до 17 лет. Уже в этом году в селе Красный Восток Малокорчавского района соберут первый урожай с фундуковой плантации, где высажено около 10 тысяч саженцев сорта трапезунт. Деревца были завезены из Крыма. Работы по посадке начались еще в 2017 году, а в 2023 фермеры намерены собрать первый урожай. Сад позволит не только обеспечить республику полезными плодами, но также посадочным материалом, так как фундук активно дает прикорневую поросль и поэтому может стать источником посадочного материала для многих хозяйств республики. По предварительным данным, с одного гектара планируют собрать до одной тонны плодов. Более 105 тысяч гостей посетили курорты Эльбрус, Капартино-Балкарии, Архы, Закарачао-Черкесии и ведучи Чечни в новогодние каникулы. Курорты под управлением Кавказа РФ увеличили турпоток в новогодние праздники, несмотря на аномально бесснежный декабрь и начало года. С 1 по 8 января на курортах Эльбрус и ведучи отдохнули почти на 10% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Архыз удержал турпоток на прошлогоднем уровне. На всех курортах максимальная загрузка традиционно пришлась на период со 2 по 5 января, когда Архыз принимал почти по 10 тысяч гостей в день, а Эльбрус – больше 5 тысяч. Генеральный директор Кавказа РФ Андрей Юмшанов отметил, что инвестиции в системы искусственного снижения себя оправдывают и оборудование ими новых трасс продолжится. По его словам, Архыз полностью работал на искусственном снегу, а Эльбрус – частично. При этом ежедневно мониторили отзывы гостей. Нареканий по трассам Архыза не было. На Эльбрусе была проблема с оголением отдельных мест верхней трассы Горобаши-Мир, где только естественный снег, который периодически сдувало. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. Температура воздуха – минус 1, минус 3, утром на дорогах Гололедица. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!